Малый и средний бизнес занял прочную позицию в столичной экономике. Стереотип о том, что Астана – город клерков и госслужащих с каждым годом становится слабее. В столице зарегистрировано около 100 тысяч субъектов предпринимательства в самых разных сферах. Во многом создавать конкурентную бизнес-среду помогают горожанам инструменты господдержки. Как правило, а главное эффективно, их можно использовать, узнала Зарина Бесембина. По данным столичного Акимата, Астана – казахстанский город с самым низким уровнем безработицы. Сегодня этот показатель в столице составляет 4,5%. Отмечу, в среднем по республике он на уровне 4,9%. Эксперты связывают это в первую очередь с тем, что Астана – перспективное место для создания собственного дела. Об этом говорят и цифры. Каждый четвертый житель здесь занимается бизнесом, платит налоги, а значит, создает рабочие места. Эта компания по продаже профессионального стоматологического оборудования была создана всего пару лет назад. Сегодня 120 стоматологий города закупают медикаменты и оборудование именно здесь. По словам руководителя компании, Астана – лучшее место для реализации собственных бизнес-проектов. Есть потенциал для роста, есть потенциал для того, чтобы люди могли развиваться, открывать что-то новое. У нас это еще ниши не забиты, поэтому бизнес, он открывается и очень легко его раскрутить. Самое главное – использовать те мировые инструменты, которые есть, обучаться. Очень рекомендую всем обучаться. Всего в столице на сегодня зарегистрировано более 100 тысяч субъектов предпринимательства. Их работа в первые шесть месяцев 2017 года увеличила выпуск продукции более чем на 55%. Кроме этого, вырос на 7,3% объем инвестиций. Производство промышленной продукции выросло на 4,2%. Создано 11 тысяч новых рабочих мест. Дополнительный стимул придают региональные программы по развитию предпринимательства. В общей сложности по местным программам «Астана Бизнес», «Астана Жастарт», «Астана Ритейл», «Астана Стартап» уже поддержано 102 проекта на 16,5 миллионов долларов. Эксперты советуют, как только вы приняли решение, что хотите заняться бизнесом, необходимо обратиться за консультацией в Центр поддержки предпринимателей. Именно здесь новичкам доступно объясняют, какие критерии и инструменты делают бизнес прибыльным. Критерии, в принципе, очень понятные, они достаточно стандартные. То есть это правильное составление бизнес-плана, это окупаемость вашего проекта. То есть банк считает все риски. Также проект вносится на кредитный комитет. Это наличие всех разрешительных документов, которые вам нужны. Ну, сейчас заявки все подаются онлайн. То есть мы эту процедуру упростили. Во многих развитых странах малый и средний бизнес составляют основы экономики. Казахстан не исключение. В 2016 году объем поступлений в бюджет от МСБ только в Астане составил свыше 1 триллиона тенге. Это рекордный показатель за годы независимости Казахстана. Его удалось достичь во многом благодаря предприимчивым жителям столицы, которые однажды сделали смелый шаг и открыли собственный бизнес. Зарина Бесембина, Замат Саметов, Хабар, 24, Астана.